итак ребят всем привет сегодня очень рано-рано мы собрались копаем сегодня с евгением да тот самый стеснительный человек который не очень любит на камеры и сегодня он тоже не хочет говорит не снимай меня я очень скромный вот ну в целом приехали на одну нашу одну из любимых деревень вот она как бы исчезла в советское время погода вообще классная находимся рядом с водоемом этот пруд говорят там карпы очень хорошие же не говорит даже по килограмму полтора вытаскивает такое редко можно найти чтобы не охраняемые все прочее никому этого секрета не буду говорить где копаю не хочу что сюда наплыва большого обилия камрадов рыбаков и всего прочего вот сегодня у нас будет шурф заложим новый постараюсь шурфец деревня советская заранее начал снимать знаю что видео сюжет состоится тем что находки будут здесь всегда находки были больше 20 монет постоянно мы тягали так что будет интересно довольно таки интересно смотрим и может быть вам понравится именно сюжет а может быть чему-то и научите так как у нас сегодня шурф чего-то может новенькое и узнаете так что продолжаем смотрим не переключаемся и так ребят чтобы добраться до фундамента приходится протоптать знаете как первопроходцы здесь очень сильные заросли и тяжело проходить вообще с приборами с лопатами так что мы за шурфились и женька на одном фундаменте у него конечно находки есть советики ничего серьезного из за этого я не камеру с собой не брал ничего но сейчас находка в принципе очень приятная и мне пришлось сходить за камерой в общем фундамент советские ничего интересного у женьки несколько советов вот и на этом все я поднял пуговку с якорем вот тоже ничего особенного но я вам сейчас покажу такую вещь прям настоящая сабля настоящая я не знаю меч кладенец или что-то в этом роде найти бы это еще место потому что от машины далековато и чтобы пробраться нужно я говорю еще раз прокладывать новый путь дороге в общем сейчас зайду и вам покажу тот самый меч меч вообще блин паутина постоянно в рожу где вот у будет путина то обязательно она намотается на рожу как пить дать самое любимое место паутины вот здесь это как бы деревня женькина женька или 1 проходит нашел отыскал так где-то мои лопаты должна быть как мы маячок женька ушел ушел на поиски нового фундамента а вон там нашел маячок вот и поисках новых а я здесь немножко затормозился потому что здесь а вон женька уже пришел и я вам хочу показать хочу показать саблю нашел здесь вот просто обилие железо вот мой маячок лопату чтобы найти себя в лесу я втыкаю и к верху чтобы желтая рукоять было видно и на темном зеленом фоне лопата в принципе очень хорошо можете как информацию использовать вот куча железо сейчас я вам покажу и железо здесь почему-то очень много вот я после него краник поднял от самовара жалко вот здесь барашка вертушка нету между прочим посмотрел отчет кранике от самоваров они что-то очень приличных денег стоит вот так что как цветнину я заберу это в общем молоточки всякие всякие серпы есть вот такие вот шестерни в общем железо здесь куча и вот такой смотрите меч меч он тут вот такой вот отыскал шучу шучу ребят вы подумали я вас разыграю не ну это детский меч вот но евгений отыскал здесь куда интереснее вещицу и сейчас я вам ее продемонстрирую я специально убрал в сторонку и вот смотрите тогда это у нас кортик морской кортик жалко конечно утраченный у нас чисто железо здесь конечно рукоблуды уже алюминиевую проволоку накрутили но я с уверенностью могу сказать что это морской кортик года ну когда не особо старая вот но прошу отписаться если кто информацию имеет здесь вот имеется паз который возможно на винтовку надевался вот так что вот такой вот штык нож морской ну ничего ничего мы здесь вот очень большое обилие было вот этого железа вот этого дом стоял сментам он сейчас я вам пуговку еще покажу видно может быть морячок может из этой серии было так что классная находка и сегодня уже не зря выехали пойдет продолжаем и так ребята насчет нашей находки я глубоко ошибался я вам сказал что это морской кортик но оказалось куда интересней это наш штык нож 1895 года для унтер офицерского состава к винтовке системы манлихера образца 1895 штык для унтер офицерского состава отличается от штыка для рядового состава загнутым вперед концом крестовиной и подвижной петлей для темплера на головке рукояти так что наша находка меня очень порадово всем таких сигналов под катушку и так ребята такая пуговка еще нашлась интересно то что вот в этом фундаменте находка была именно морской кортик именно штык нож а вот эта находка я вам говорил поднял именно рядышком в соседнем там фундаменте где евгений советиков там подергал 61 там и вплоть до ранних поздних советов и вот такой вот сюжет был соседнем фундаменте два варианта либо сосед был тоже морячок или же второй вариант наш морячок был гуляка ходил к барышне и пуговка в порыве страсти просто там оторвалась и затерялась ладно хоть эту пуговку муженек не нашел а спустя годы нашел ее я вот такой вот приятный первый раз такую пуговку нахожу у меня есть такие но советского времени и донышко с ушком железные а здесь вот видите возможно может царская и надпись а н специалисты прошу отписаться ладно продолжаем и так ребят монета вот такая вот у нас появилась две копейки но 56 год ничего особенного ничего интересного ну как факт верховой всего-навсего на пол штыка лопаты так что наверное здесь забудем все посмотрим итак ребят наконец-то сегодняшняя царская монета вот такая вот она высохшая лысая ничего интересного нету обычный убитый царский круголь но год разглядеть мы сможем тысяча восемьсот девяносто года но к сожалению затерт не знаю чистка покажет какой софра ладно идем копаем ребята еще одна находка находка очень удивительная странная тем что это у нас крестик но крестик это у нас не обычный нательный мужской какой-то знаете помесь помесь обычного и лепестка знаете да крестик лепесток женский считается а здесь вот такой орнамент что это такое подобие чего как это называется прошу отписаться в комментариях также потому что не часто такие вот кресты именно попадаются специалисты прошу в комментарии отметить что за крест но я знаю что это вроде как оловянный олова любопытный крест конечно я его пытался у меня есть такой пытался очистить ортофосфорной кислотой и он его съедает вот так что это не знаю олова оловянный и так ребята сидим мы с евгением фундаменте шурфим здесь прохладно небольшой ветерок но комары одолели жутко кусаются уже кусаются вот и чтобы как-то избежать либо надо курить постоянно но к сожалению а может даже к лучшему я бросил курить да ребят я бросил курить и сегодня на копии у меня получается уже с какой 4 4 или 5 день ну в принципе очень хорошо тем что я как бы не болею не страдаю вот но к чему я начал этот сюжет когда вы попадете в лес и когда у вас нету с собой спрея от комаров можно себя обезопасить от комаров тем что нужно найти сухое дерево и сухое дерево обязательно вам даст вот такой вот гриб я не знаю как этот гриб называется но этот гриб убивает дерево находите и срезаете пластами и поджигаете как у меня сейчас по обе стороны я поджег себе вот этот вонючку дымовушку вот чистый как говорится продукт природный комаров вообще нету ни одна мне тварь не кусает в общем я хочу вам показать что нужно сделать в общем в надрезал и подпалил и она будет очень долго и следующий тоже я подрезал подпалил и она у меня тлеет тлеть она будет долго вот она не погаснет если сухая в общем евгения там вот копает у него наверно комаров нету потому что мой дымок разгоняет именно в его сторону так что если вот посмотреть ни одной твари вокруг нас не летает вот не вижу комаров вообще не вижу честно говоря ничего не вижу ни одного комарика вот благодаря вот этой вот вонючке имейте ввиду она не особо то воняет так ну как вам сказать воняет но как говорится настоящий природный запах горелого вот и с другой стороны тоже классно так что имейте берегу берите на заметку находите гнилое дерево вот с этого гнилого дерева я сбил вот такой вот гриб они обычно сухие вот прям ножом срезаете я лопатой по нить пукнул и расслоил так что имейте ввиду такую фигню можно даже вот отрезал и в машину забросил и это лучше лучшая вещь чем вот эти спиральки продают химическое на рыбалке надрезал вокруг себя положил и комары тебя не кусает небольшой дымок их разгоняет но если повторюсь если вы занимаетесь рыбалкой или шурфом именно на одном месте никуда не уходите с места вот так что полезно полезно информация мотайте на ус и так ребята у евгения на шурфе пятак выскочил и пятак бодрый 52 год с одной стороны хорошо что бодрый а плохо с другой стороны то что он не редкий был бы какой-нибудь там 35 33 был бы вообще огонь а так на внешний вид зачетный классно так что шурфим уже подустали шурфы не особо нам дают сегодня из-за того что мы деда не закормили вообще не задобрили да и сами не попили так что дед нас не радует сегодня и так ребят вышел вот такой значок не знаю что значок не знаю не знаю кто имеет какую-то информацию про нее но этого возможно наградной после окончания заведения но просто какой-то вариант дешевый при помощи вот сзади обычно они на воротке а это алюминий обычная так что пишем в комментарии и сообщаем что за значок за что дарили или вручали ладно продолжаем и так ребят сегодня у евгения просто класс очередной пятачок и снова 56 год советов он надергал уже куча вообще кучу надергал снимаю только более-менее такие крупные интересные монеты а в основном червончики пятнашки копейки двушки-трешки нафиг они нужны не неинтересно особенно какие мы сейчас копаем года тридцатые сороковые десятые года не интересны в таких вот джунглях мы сегодня радует то что тенек а то бы было бы сегодня жара сегодня наверно градусов около 30 до на солнце так что нам сегодня еще нормально продолжаем интересное будет обязательно включусь и вас порадую видеосюжетом если же конечно что-нибудь интересное так что продолжаем шурфить и так ребят жене мы надумали забросить закончить на шурф немного моего как бы приличный вид так оставляем и ям грандиозных нет да и находок особо нету несколько было бутылочек вот такой пузырь евгений поднял у меня вот такой вот маленький оригинальный цвет классные ну и по находкам в принципе ничего особенного сенсации пока нету вот эта фигня нас спасает от комаров классно уже сколько наверно минут 40 топится лучше чем покупные вот эти спиральки продаются так этой вообще бесплатно так что ладно сейчас до машины идти надо бы через эти вот джунгли джунгли прям прямом смысле непроходимые вот доберемся обзор сделаем чего интересного у нас было а интересно у нас в принципе было 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 так что дождите с обзору и покажем что же у нас было интересно и итак ребят на этом наверно будем заканчивать добрались мы до машины с евгением по кустам по дебрям я прошелся еще металлолом шурфов снял который был нами выкопанный вот принес машину ну все я вам сейчас покажу по находкам в принципе нормально получилось жалко что всего-навсего один царь советики ну конечно же и практически сенсационная находка такого я не находил тем более не держал вот и сегодня евгений сенсацию нам выдал так что смотрим обзор достаточно приятная находка и в принципе это изюминка нашего копа армейский морской штык-нож вот так что если у кого есть информация можете в комментариях немножко поподробней о нем написать заранее спасибо ну а сейчас к находкам и так ребят ну что по традиции начаться шмурдяка по шмурдяку у нас как прям шурфы у нас по войне получились это у нас связь это об окончании чего-то прошу отписаться я просил вас крестик тоже прошу отписаться если у вас есть какая информация что за крест такой интересный но по металлу похоже на олово светлый какой-то типа свинца две пуговки советская обычная армия и морская но морская по ходу у нас царского времени по монетам ничего интересного вот такое количество монет все советики за исключением одного царика 1890 года копеечка и все остальное банально сенсации нету все монеты стабильные стандартные не превышающие 100 рублей ну что бутылочки микстурные пузырь вот такой вот пузатый и вот такая стройняшка довольно таки приятного цвета до сих пор имеется пробка вот и я считаю что сегодняшняя сенсация это вот такой вот обломок эту наш штык нож морской вот такая вот жалко утраченная очень жалко а так в целом был бы неплохой экземпляр да кстати помимо всего я еще собрал немножко металлолома мне подписчики говорят саш металл который выкапываешь забирай хоть бензин выше окупать вот такое количество металлолома вот без цвет мета не обошлось вот такая латунная достаточно весомая медная 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 и довольно таки не знаю кран что ли от самовара латунный вот не особо много но уже накопилось достаточно в гараже и металлолом килограмм наверно 20 точно вот на этом и все ребят хоть солнце у нас и высоко но немножко подустали под надоело так что все всем пока